Всем привет! Мы все пытаемся достичь в жизни финансового успеха. В этом видео будет представлен список тех занятий бедных людей, которые гарантируют им их посредственность. Пожалуйста, прислушайтесь к нему. Но запомните, он составлен только для того, чтобы заставить вас задуматься о текущем положении дел и изменить его к лучшему. Суть в том, что некоторые люди непременно обидятся на видео наподобие этого. Но вместо того, чтобы негодовать в комментариях, я советую вам намотать эту информацию на усы и использовать ее для улучшения вашей собственной жизни. Данный список составлен с учетом мнений различных представителей населения о богатых и бедных. Как и из любого правила, из него существует множество исключений. Не каждый способен контролировать все без исключения обстоятельства. Но знание этих занятий и привычек будет вам небольшим советом. И кто знает, может прекратив делать это, вы достигнете цели, о которой всегда мечтали. 15 вещей, которые делают бедные и не делают богатые. Номер 1. Бедные люди очень много смотрят телевизор. Не очевидно, но все же. Если у вас достаточно много времени на телевизор, то, вероятно, вы бедны. Это удивительно, как много времени бедные люди тратят на бессмысленные передачи. Это одно из тех занятий, которые отвлекают вас и не дают вам двигаться вперед. Если вы знаете, кто из знаменитостей скоро поженится и каждый выходной смотрите новый эпизод шоу, если у вас есть любимый канал новостей, наверное, вы слишком много смотрите телевизор. Почему это именно так, я объясню. Слухи о знаменитостях не приносят пользы вашей реальной жизни, но зато приносят пользу знаменитостям. Богатые люди пытаются быть на телевидении, а не смотреть его. Вы можете сказать, но я смотрю юмористическое шоу, которое помогает мне отвлечься от проблем. Как раз в этом вся суть. Вы отвлекаетесь от своих проблем, вместо того, чтобы заниматься ими и решать их. Как однажды сказал Джон Леннон, очень редки случаи, когда, тратя время с удовольствием, вы не тратите его впустую. Но задумайтесь об этом. Действительно ли просмотр телевидения приносит вам так много удовольствия? Прежде чем мы заговорим о втором пункте списка, я объясню, что имелось в виду под словами «любимый новостной канал». Вы можете сказать, что нужно смотреть телевизор, чтобы знать, что происходит в мире, быть в курсе происходящего. Проблема в том, что телевидение всегда освещает события предвзято, дабы соответствовать своей направленности. Вместо этого используйте возможности интернета, чтобы бегло посмотреть, что произошло в мире, а затем приступайте к своим личным делам. Номер два. Бедные люди питаются фастфудом. Здоровье очень важно, и многим бедным людям неинтересно, из чего состоит их еда и что такое здоровое и правильное питание. Бедные люди употребляют очень много сахара и жиров, имеющих очень мало пищевой ценности. Этим они буквально разрушают свое тело и, как результат, не могут выкладываться на все 100% в работе. Если вы нездоровы, то это прямо влияет на все аспекты вашей жизни. Вы страдаете в физическом аспекте, ментальном, профессиональном и даже романтическом. Номер три. Бедные люди покупают вещи и продукты по скидке. Взгляните на это так. Единственное, что вам следует покупать по дешевке, это активы. В то время как бедные люди пытаются сберечь и растянуть то немногое, что у них есть, богатые фокусируют внимание на приумножении своего дохода. Подумайте об этом. Одежда, которую продают по скидкам, это то, что не захотели покупать люди, которые могли заплатить полную цену. Покупая вещи по скидкам, вы заставляете себя выглядеть как именно тот, кто не смог заплатить полную цену. Номер четыре. В молодости бедные люди просыпаются позднее, чем богатые. Бедные люди часто более ленивы в юности, чем богатые. Наверняка многих из вас обеспокоит это высказывание, но статистически это так. Тот, кто использует юность для роста над собой, с гораздо меньшей вероятностью останется бедным в дальнейшей жизни. Но если вы просыпаетесь поздно, не занимаетесь образованием, тратите время на бессмысленные занятия, вы настолько сильно отстанете по критериям, которые от вас требуют жизнь, что закончите ее просто жалко. Парадокс в том, что люди, которые не фокусируются на росте в юном возрасте, вынуждены работать гораздо больше и с меньшим результатом в дальнейшие годы, просто чтобы оставаться на плаву. Существует множество примеров успешных людей, и практически все они, Билл Гейтс, Илон Маск, Воррен Баффет и другие, просыпаются рано утром. Номер пять. Бедные люди очень интересуются спортом. Правда в том, что если вы не профессиональный спортсмен или владелец одной из команд, то у вас нет действительного повода смотреть спорт. Это так же, как телевидение избавляет вас от реальности. Посмотрите на это так. Вы ставите себя в положение, в котором вы не влияете на исход игры. Абсолютно не влияете. Вы привыкаете к такому поведению, постепенно становясь наблюдателем жизни, а не ее участником или хозяином. И именно поэтому вы начинаете критиковать других людей, когда сами не сделали что-либо лучше. Номер шесть. Бедные люди реже принимают душ, чем богатые. Сперва кажется, что это просто вымышленный факт, но это правда. И это легко объяснить, если задуматься об этом. Многие виды работ сегодня связаны с обслуживанием, где контакты между людьми – это основа процесса обмена ценностями. Люди с плохой личной гигиеной со временем добиваются меньшего успеха, чем их коллеги. Люди склонны доверять им меньше. Люди хотят проводить меньше времени в их присутствии. И все это прямо связано с их личным успехом. Если вы не нравитесь людям, и они не хотят быть с вами, каких партнеров вы сумеете заинтересовать? Это может звучать абсурдно, но первый шаг к успеху – это утренний душ. Номер семь. Бедные люди винят окружающих в своих неудачах. Сколько вы знаете людей, у которых всегда есть кто-то или что-то, не позволившее им добиться успеха? Но 99% вашей жизни зависит от вас. Запомните, вы управляете своей жизнью, вашими отношениями и даже возможностями. Вы хотите перемен? Сделайте что-то для них. Жизнь – это не то, что случается с нами, а то, как мы реагируем на происходящее с нами. Когда случается что-то плохое, бедные превращают себя в жертву, в то время как богатые разбираются в ситуации, пытаясь выяснить, что произошло, почему это произошло и как предотвратить это в будущем. Пока одни занимают позицию уязвимой жертвы, другие используют это для роста. Номер восемь. Бедные люди не имеют денежных накоплений. Существенная разница между бедными и богатыми в том, что первые не думают о том, что их ждет дальше. Если у вас есть накопления и случается что-то плохое, вы можете использовать их, чтобы решить проблему и продолжить жить дальше. Но если их нет и случается что-то срочное, вы либо продаете имущество, машину, дом и прочее, либо сталкиваетесь с неприятностями. Когда ситуация решена, богатые остаются в прежнем положении, но без накоплений, в то время как жизнь бедных драматически ухудшается или вовсе принадлежит кредитору. Давайте рассмотрим другую ситуацию. Когда появляется хорошая возможность, то люди, имеющие запас средств, могут воспользоваться ей и улучшить жизнь, в то время как остальные не могут себе этого позволить. Вот почему богатые становятся еще богаче, а бедные все больше беднеют. Номер 9. Бедные люди используют кредитные карты или берут займы на бесполезные вещи. Главная разница между богатыми и бедными в том, как они используют кредит. Правило простое. Если вы занимаете сумму, чтобы купить вещь, которая не создает большие деньги, чем эта сумма, не делайте этого. Вы должны пользоваться кредитом только в том случае, если вы используете его для инвестирования. Хотите взять кредит на большой телевизор? Не надо. Хотите купить красивые часы в кредит? Не надо. Хотите расплатиться кредитом за новый айфон? Не надо. Если вы не собираетесь заработать с его помощью, создав новое мобильное приложение для развития вашего бизнеса, то кредиту здесь нет места. Сперва заработайте деньги, а затем тратьте их. Вернемся к этому в пункте 12. Номер 10. Бедные люди склонны заводить больше детей и в более раннем возрасте. Правда в том, что дети – это очень, очень дорого. Мы все знаем, как их делать и даже практикуемся в этом. Но люди не верят в то, о чем идет речь. Подумайте над такой перспективой. Если вы живете в одной из развитых стран, то воспитание ребенка обойдется вам примерно в 250 тысяч долларов. Из-за недостатка образования, плохого окружения и других факторов, бедные люди в среднем имеют больше детей и в более раннем возрасте, чем богатые. В то время как богатые предпочитают подождать несколько лет, пока не улучшат свою жизнь и не обеспечат должные условия своим будущим детям, бедные сразу приступают к делу. С появлением ребенка начинается борьба за выживание, при которой перспективы на улучшение жизни практически исчезают. Номер 11. Бедные люди нерегулярно посещают врача. Мы уже затронули важность здоровья, но это особенно важный момент. Бедные люди не проходят медицинский осмотр регулярно. Что будет случить с вами тяжелое заболевание, например, рак? Если вы регулярно проходите обследование, вы обнаружите его на ранней стадии, делая лечение менее дорогим. Но если вы отнесетесь к этому пренебрежительно, вы можете узнать о заболевании слишком поздно. Оно будет стоить вам и вашей семье огромную сумму. И независимо от того, сколько у вас денег, вы можете умереть. Номер 12. Бедные люди тратят деньги прежде, чем зарабатывают их. Одна из самых больших опасностей в жизни – это тратить деньги, когда их у вас еще нет. В тот момент, когда вы занимаете деньги или приобретаете товар, не будучи способным оплатить его, ваша жизнь начинает скатываться вниз. Если у вас нет денег на то, что вы хотите купить, но не можете, не повлияв на свою жизнь, то вы не можете себе этого позволить. Номер 13. Бедные люди окружают себя другими бедными людьми. Есть мнение, что вы – это нечто среднее из пятерых людей, с которыми вы больше всего общаетесь. Если вас окружают 4 бедных человека, то наверняка вы пятый. Одна из причин, по которой бедные люди остаются бедными – это их нахождение в бедном окружении, которое подкрепляет их веру в бедность. Вам нужно то окружение, которое вдохновит вас и даст вам толчок. Те люди, которые сами делают серьезные вещи. Те, кто успешен, всегда мотивируют вас на преодоление текущей ситуации. Если вы общаетесь с теми же людьми, что и в юности, вы должны быть вдвойне осторожны. Не бойтесь выйти из толпы и направиться к чему-то лучшему. Если вы не сделаете этого, ваш потенциал будет разрушен теми, кто хочет видеть вас таким же жалким, как и они сами. Номер 14. Бедные люди никогда не реализуют свои идеи и потенциал. От вас не зависит, кто ваши родители, где вы родились и как общество относится к вам. Единственное, что вы можете контролировать – это сколько усилий вы вкладываете в свою мечту. У каждого человека есть только 24 часа в день. И все же некоторые делают гораздо больше, чем другие. Если вы посвящаете себя обучению и достижению того, о чем вы мечтаете, то успех – это дело времени. Вы слышали, что 9 из 10 бизнес-проектов терпят неудачу в течение первых трех лет. Но можете ли вы сказать, сколько из них потерпело неудачу только потому, что они так и не были запущены? Ответ – все. Если у вас есть идея, работайте над ней. Поделитесь ей. Выслушайте мнение, улучшите ее. Попробуйте еще раз. И еще. И еще. Номер 15. Бедные люди считают, что другие должны помочь им добиться успеха. Мир ничего вам не должен. Никто не должен. Верите вы или нет, но вы здесь сами по себе. Вы в ответе за то, что происходит с вашей жизнью. В юности каждый верит, что он станет успешным. Но затем наступает реальность. Этот мир награждает только лучших из лучших. Тех, кто никогда не сдается. Тех, кто всегда учится, адаптируется и понимает, что никто не решит проблемы за них. Поступайте так же, и вы можете встретить людей с такими же взглядами, которые разделят с вами ваши трудности. В противном случае вы будете в числе большинства, склонного к неудачам. Это видео получилось довольно долгим, но возможно оно поможет вам в достижении ваших целей. Если вы знаете кого-то, кому не помешало бы это знать, то поделитесь с ним этим роликом. Как считаете вы, что еще делают бедные люди и не делают богатые? Что бы вы добавили в этот список? Оставьте свой комментарий. Вы все еще здесь? Здорово. Спасибо за ваш интерес. Тогда вот вам бонус. Бедные люди гораздо более религиозны, чем богатые. Можете представить себе реакцию зрителей, если бы этот аргумент был первым в списке. Но факт в том, что согласно статистике, успешные люди рассчитывают на свои собственные силы для благополучия. Но бедные верят, что какая-то мистическая сила вознаградит их за то, что они хорошие. И хотя президент или директор могут упомянуть бога в своей речи, они все же не религиозны. Живой пример – это основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, который являлся атеистом на протяжении большей части своей жизни. Но поскольку он подумывает о политике в ближайшем будущем, он решил изменить свою позицию. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео.